Друзья и господа, добро пожаловать в шоу на двух колесах на канале Тони Волши. Дядя, хуанин, хуалайдал, Тони Волши, джо манпока. Ребешки, у нас сегодня такая тема, интересненькая. Сподвигло меня для того, чтобы записать вообще эту тему, но поговорить насчет того, что происходит вчера. Случай, который произошел вот как. Мы пришли в магазинчик, и это было в центре города, вот недалеко, кстати, от места, где я сейчас проезжаю. Как это было? Значит, такой магазин с определенными такими товарами интересными, электроникой всякой, и, как казалось, продавец на кассе оказался владельцем магазина, и он же, по сути дела, не китайцем. С чего все началось? Он говорит. Hey, what's up, buddy? How are you doing? То есть, он англоговорящий, получается, китайец. Ну, то есть, выглядит как обычный китаец, как обычный нормальный азиат. И вот он, смотря на меня, говоря с такой понятной, хорошей интонацией англоговорящего человека, и по нему сразу же видно, сразу же ощущается, что он, очевидно, либо долгое время, либо совсем не жил здесь, в Китае. И, как казалось, этот парень австралиец, он приехал сюда, в Шенчжень, всего несколько месяцев назад, по-моему, в феврале, и его увезли, когда он был маленький, в районе 5 лет, в Австралию. И вот он там вырос, получается, он там приобрел свое социальное «я» и себя, в общем, обрел, получил образование и так далее. Сейчас он приехал сюда и занимается бизнесом здесь, электроникой в Китае, здесь вот в самом центре города Шенчжень. Среди вот этой всей красоты, да, вот прямо вот здесь вот красота, конечно, да, до чего приятно здесь просто взять и прокатиться на велосипеде, велодорожки, все дела, конечно, красота. Нет, во всем Шенчжене не так, так только в Шенчжене вот такие классные велодорожки, такие ровненькие, идеально широкие плитки, тротуары классные, так только в центральной части. В остальной его части, конечно, идет в основном тротуарная плитка, вот которая мелкая, такая же, как у России, по ней неприятно ездить на велосипеде, ну, не так, не очень удобно. Вот поэтому едешь, одно удовольствие, даже на рульках, я думаю, прокатиться было бы очень удобно. Вот, тема, которую мы сегодня обсуждаем, она интересна еще и потому, что, в первую очередь, иностранцы среди нас здесь, которые живущие в Китае, они все это дело на себе ощущают, ощущают вот что, ощущают разницу. И вот, говоря про того парня, этого австралийца, который сюда только приехал, и он говорит, ну, не, на самом деле, дико здесь все самому, он хоть и говорит по-китайски, его родители китайцы, они увезли его, еще раз говорю, когда он был маленький. И он приобрел все свои знания из австралийского общества, международной, полноценной, разносторонней, разнорасовой культуры. И это, конечно, очень сильно сказывается на его личности, как это, личности, как по-русски мы скажем это, в общем, на его личности, характере, да. То есть, это человек совершенно-совершенно не китаец, прям вот абсолютно не китаец. И вот это и послужило, стало причиной того, что я сегодня решил с вами поговорить на эту тему. Тему того, как отличаются китайцы. Мы не говорим о всех азиатах, но мы говорим именно о китайцах, а именно о менталитете китайском, как отличаются люди, выросшие не в Китае. Причем совершенно где угодно. У меня есть знакомые, которые выросли в Эквадоре, куча американцев, которые китайцы выросли в Америке, куча там разных людей, которые выросли за пределами Китая. И эти люди, они очень-очень сильно отличаются от китайцев. То есть, кардинально совершенно люди, как из другой планеты, понимаете, настолько большая разница. И вот здесь, для нас, здесь проживающих в Китае, это очень классно и здорово ощущается. И на самом деле, очень приятно говорить с такими людьми, потому что общество само вот китайское, оно, как бы это помягче сказать, сильно запрограммировано. Сильно сконцентрировано на своих идеологических принципах, которые, в общем-то, жестким образом регулируются государственной политикой и политикой партии. Вот, и люди очень, например, ну они слепо, на самом деле, китайцы сами говорят, они слепо верят тому, что говорит им государство, не принимается ничего, кроме китайской идеологии, не принимается ничего, никакого-либо другого мнения, кроме как того единственного, которое люди слышат из телевизора, из китайской, от китайской партии, от правительства страны. Все настолько верят всему происходящему, в том числе вот с этой ситуацией, с изоляцией, коронавирусом там и так далее. Народ абсолютно верит, то есть абсолютно полностью, настолько, можно сказать, знаете, ну как роботы, на самом деле, как роботы. Вот вы видите вот этих людей, которые здесь стоят в масках, вы видели, которые там или в других местах, вот они ездят даже на мопедах, они все ездят в масках. Таксисты в масках, все-все-все абсолютно везде в масках, несмотря на то, что вот, ну бывают, конечно, исключения, вот как сейчас мужик прошел. Вот, и это, и то, скорее всего, это исключение только из-за того, что он маска, у него, может быть, порвалась там, или что-то там случилось, или, не знаю, может быть, забыл он ее. Вот, ну это очень вряд ли, все обычно возвращаются, маски нет, с собой все, бегом-бегом, скорее-скорее, как же, как же, маска, и нельзя даже в лифт человеком зайти, если тот без маски находится. Вот, в том числе нельзя зайти, если вдруг тут иностранцы стоят без масок, ой, как же, как они стоят, переживают, ох, господи, какая опасность. В общем, ребят, народ, конечно, ментально очень от нас отличается, и главное, знаете, от кого отличается-то, вы спросите, от нас от кого, от русских, что ли, от украинцев, от кого-то, от европейцев, или от кого, от африканцев, может быть. В том-то и дело, что народ-то, в общем-то, отличается от всех остальных на планете. Вот, вы знаете, так получается, что мы, в первую очередь, очень сильно друг на друга похожи, ментально, будь то с африканцами, будь то, вот у меня, друзья, из Южной Африки, будь то из Ганы какой-нибудь, знаете, будь то из, ну вот откуда угодно из Африки, откуда угодно из Европы, из Южной Америки, из Северной Америки, понятное дело, в первую очередь. Мы очень-очень сильно похожи, у нас одинаковые принципы, у нас одинаковые желания, у нас одинаковые какие-то, знаете, морали, правила, устои, вот эти все вещи, которые мы просто, вот такие законы, знаете, негласные, согласно которым мы живем в обычной нашей нормальной жизни. Вот, получается, что мы всегда легко уживаемся, любые расы, люди приезжают в Америку, там, конечно, да, есть расизм, все это начиналось очень плохо, мы знаем, как это было раньше, там, в середине, например, 20 века, в тех же штатах, где черные не могли учиться с белыми. Но это, понятно, любой рациональный, разумный человек не будет никогда расизмом и прекрасно понимает, что в любой экстренной ситуации кровь, будь то черного, белого или зеленого любого человека, она подходит любому другому человеку, если у тебя такой же, там, резус-фактор, такая же группа крови и так далее, там, ну, за исключением исключительных случаев, как четвертая какая-то группа крови, там, и так далее, да. Мы, кстати, сейчас проезжаем справа, это биржа, финансовый центр Шенчжени, где манипуляторы типа Волка с Уолл-стрит отбирают наши с вами деньги, да? Вот, ну ладно, сейчас не об этом. Фактум, что, в общем, я хотел сказать, что люди всех раз друг к другу благополучно уживаются, в то время как китайцы, путешествуя по миру, эмигрируя в различные регионы на планете, в любую точку Земли, абсолютно, где угодно, куда ни плюнь, везде есть, что есть, везде есть китайский городок. Чайна-таун. Чайна-таун везде есть, большой в Лондоне, большой там в Сан-Франциско, большой там в Нью-Йорке, в Москве, везде, везде есть чайна-таун, везде. Что это значит? Это значит, что в этих регионах, в этих районах города есть даже газеты на китайском языке, есть люди говорят на китайском языке, магазины, в которых на китайском языке все там написано и продают там люди, говорящие на китайском языке только даже. есть многие люди, которые эмигрируют, они вообще так и никогда и не учат, например, тот же английский язык в Америке, например. Огромное количество таких людей. Огромное, понимаете? В Канаде огромное количество в Торонто, там тоже большой китайский квартал. Вот. Об этом-то речи идет, что китайцы не интегрируются в новое общество. В то время как мы сюда приезжаем, мы чувствуем то, как мы являемся, по сути дела, таким инородным предметом. Мы всегда будем вайкорен. Это очень хорошо, что нас будут называть вайкорен, а то ведь называют лавай. Да, вот так вот выделяю. Потому что лавай человек, знаете, такой аутсайдер, человек извне. Лавай. Если бы мы сказали лавней, вот я придумал сам лично, я придумал такое слово. Лавней — это четкое, противоположное слово лавай. И когда ты говоришь лавней, то есть я, если я аутсайдер, а ты, значит, инсайдер. Значит, ты человек, который я и человек, который пришел извне, а ты человек, который здесь был, здесь есть. И я тебя называю лавней. И на это, например, китайцы всегда обижаются. Обижаются. Я им говорю, ну, хорошо, если ты Чанг Хуо, если ты ко мне обращаешься, Лао Вай, значит, я смогу к тебе легко обращаться, Лао Ней. Вот так вот. Но это никому не нравится. А это как раз и означает, что слово Лао Вай, оно не такое безобидное, как кажется. Ребята, например, тем из вас, которые изучают китайский язык, вы уже знаете об этом. И вы можете наверняка захотите с вами поспорить, что Лао Вай это такое безобидное слово, да, например, еще и в 50-х годах, в прошлом столетии, это было не очень приятное слово. И это было разночально неприятное слово, как чужак, понимаете, как тебя подчеркивают, что ты кай-дин, как в японском, ты не местный. Там фаранг, где-то там в Таиланде, например, да, и так далее. В Мексике там тоже есть определенные слова, которые называют американцев. Вот да, такие дела. Не интегрируемся, значит, так и получается. В мире китайцы живут особняком, не интегрируются в новое общество и всегда создавая свои микрокомьюнити, и так и получается такая своего рода мы не говорим, что это действительно так есть, но оно выглядит, что как будто бы так и есть такая экспансия на весь мир. Получается, Китай расширяет свои границы вот путем таким именно. Ну и так или иначе, ребята, вы всегда можете поделиться своим комментарием, и я буду рад, только на самом деле я рад, и вы думаете, может быть, я обижаюсь на то, что кто-то пишет там, о, да ты не прав, вот там ты, я не согласен с твоим мнением, на самом деле такие. Вот у меня было недавно видео, в котором я говорил, что китайцы радуются, если они находят чужие вещи. Да это правда, потому что на самом деле так. Но если есть такие люди, которые возвращают вещь, например, ты забыл где-то там телефон оставил, там какую-то сумку, там еще что-то, и тебе вот мне написала там девушка, вот мне принесли прям телефон, я оставил его, мне принесли, принес там студент китайский, мне вот мой телефон вернул мне. Да я только рад, ребята, таким случаем. Я это человек в первую очередь, надеющийся на хорошее, я верю в людей. И не важно для меня какие люди, китайцы или кто угодно, русские, какие-то там американцы, или там негры-не-негры, я за словом негр не имею ничего плохого. Я нас всех считаю одним и тем же созданием Homo sapiens, одним и тем же человеком, единственным, правильным, человеком разумным. Я не разделяю нас. Я поэтому верю в хорошее, я надеюсь, и как приехал я в Китай, я всегда надеялся, кто бы что ни говорил, я не люблю, когда харкают, я не люблю, когда орут. Я не люблю, когда делают какие-то некультурные жесты, или не пропускают в лифт, или не пропускают женщины, или там толкаются, заталкивают в метро, и все это, да, есть здесь в том числе. Я это все не люблю, но это не значит, что я теряю надежду в людей. Я пока в нее не теряю, надеюсь, я ее не потеряю. В общем, ребята, оставляйте свои комментарии, как обычно, подписывайтесь на канал, можете поделиться видео. Вот таким вот образом, ребята, мы заканчиваем наш сегодняшний отрезочек этого конкретного моего путешествия на велосипеде по городу Шэньчжэнь. Район Футен, здесь я вот уже добираюсь сюда своего конкретно райончика этого района Футена. Здесь какая-то стройка уже длится где-то недели-две, что-то никак они не сделают, этот переход нормально. Вот, сейчас время час пик, люди все едут домой, время половины шестого, и так заканчивается это видео. Ребята, всем пока, сядцый день, don't forget to subscribe, and yeah, I'll see you in our next little episode on our two wheels. Всем пока, ребята, сядцый день, до следующего раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok